Маяк преображается силами студенческих строительных отрядов. Работа на ключевых объектах кипит уже более двух месяцев. Большинство ребят задействованы на реконструкции зданий Южноуральской атомной станции. Студенты занимаются общестроительными работами. От демонтажа до отделки осваивают профессии маляров, штукатуров и каменщиков. Не сказать, что с первого раза все получалось. Более-менее сейчас уже лучше. И с каждым разом все лучше и лучше. То есть все приходит с опытом. Пока основной функционал стройотрядовцев – земляные работы, помощь с ремонтом стен и наведением порядка на стройплощадке. Не исключено, что студентов привлекут и на проведение телекоммуникаций, будут заниматься разработкой траншеи. Несколько отрядов ведут земляные работы и в УАТе. Среди бойцов есть и девушки, которые совсем не боятся тяжелого труда. Мне нравится все это дело. Я по сути инженер-конструктор. Поэтому для меня это все новое, интересное. Поставлю на задачу все достаточно правильно. Распределить землю на некоторых участках. Это нас сейчас в первую очередь касается. Чтобы засеять газон и навести красоту на этом хотя бы участке. Следующий у нас почти вся территория. На радиохимическом заводе стройотрядовцы заняты рекультивацией территории. Косят траву, выкорчевывают пни и кустарники, выравнивают профили. Занимаются планировкой, работой с черноземом и оформлением газонов. Ребята из Камчатского ССО «Вулкан» помогают маяковцам в асфальтировании автодорог и пешеходных тротуаров. Ремонт штукатурки, цоколей на пяти зданиях, демонтаж и восстановление отмосток – тоже за ними. Бойцы отряда ФОБОС из Ульяновской области готовят к установке бордюрный камень для пешеходных тропинок. На реакторном заводе работают два стройотряда – Тонкоград из Челябинска и Элемент из Екатеринбурга. Занимаются благоустройством территории, ведут ремонт отмостки, проводят работы по организации бетонных площадок для обеспечения подвоза топлива и масла, проводят плановые и аварийно-восстановительные работы на дизельных электростанциях системы аварийного электроснабжения «Руслана». Часть ребят задействованы на косметической отделке помещений, замене изоляции паропроводов и покрасочных работах. Однако студенты не только трудятся, но и с пользой проводят свободное время. У нас называется отряд «Пульсар». Это, наверное, единственный отряд на космическую тематику на данной целине. И все наши «Кобесарки» – это отряды мероприятия, так называемые, у нас проходят в такой более-менее космической тематике. Вместе к звездам. Все отряды на производственных объектах «Мирного атома» на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты, трёхразовым питанием и транспортом. Строго отслеживают соблюдение ими всех требований безопасности. Продолжение следует...